Шесть раз может вырасти ВВП Казахстана в ближайшие семь лет. Такой прогноз дают отечественные эксперты. Сценарий будущего сегодня детально обсудили на форуме стратегических инициатив. Участвовали в нем известные экономисты, бизнесмены и политологи, в том числе и зарубежные. Мнение профессионала выслушала Ирина Панфилова. Каким будет Казахстан через семь лет? Вопрос интересный. Его сегодня подробно обсудили политики и профессиональные экономисты. Неудивительно, что места в зале зрителям не хватило. Ключевая тема, конечно, экономика. Казахстану нужно строить инклюзивные институты и продолжать реформы, считает известный британский экономист Джеймс Робинсон. Казахстан проводит очень грамотные реформы, строит новые экономические институты. Качество действующих сейчас находится на 60-м месте. Для вхождения в топ-30 стран необходимо довести их до уровня 30-ки. Поэтому важны административные реформы. Важно дать гражданам понять, что экономические реформы важны. Одна из главных проблем Казахстана – сильная зависимость от внешних факторов, отмечают специалисты. Инфляцию мы импортируем через товары и услуги. Сбои в логистической цепочке бьют по бизнесу и потребителям. Для того, чтобы решать эти проблемы, нужно активнее развивать собственные производства и стабилизировать денежный рынок. За 7 лет можно сделать так, что производительность труда может вырасти минимум в 3-4 раза. Но, конечно, на более длинных сроках можно увеличить в 5-6 раз. Если Казахстан сможет это сделать, это означает, что наш текущий ВВП 200 миллиардов, он вырастет минимум в 3-4 раза, а то даже в 5-6 раз. Обсуждая внутренние риски, спикеры форума говорили и о том, что мешает развиваться отечественному бизнесу. По мнению самих предпринимателей, проблема в доминировании крупных игроков. Мы очень заинтересованы в том, чтобы казахстанский рынок был интегрирован с региональным, был интегрирован на справедливой и на хорошей основе. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы рынок был по-настоящему конкурентным. Потому что именно конкуренция формирует новый человеческий капитал, нового качества людей. Именно конкуренция приводит к тому, что исключаются какие-то факторы, которые задерживают развитие общества, социально-экономическое развитие страны. На диалоговой площадке участники форума сообща искали новые точки роста экономики. Бизнесмен Тимур Турлов считает, что цифровизация – это ключ к успеху. Согласны с ним и казахстанские чиновники. Главное – это цифровизация. Цифровизация глубокая практически во всех отраслях, которая позволит сделать государство гораздо более эффективным, которая позволит создать финансовый институт, который дадут топливо для нашей экономики, для того, чтобы полноценно закрыть и догнать, закрыть те гэпы, которые у нас возникли при развитии нашей страны. Я очень рассчитываю, что цифровизация поможет решить и проблемы образования, и проблемы здравоохранения, и многие другие вещи. Если по онлайн-услугам мы восьмые в мире, по интернету мы 65-е в мире. И вот мое желание, чтобы вот этот энейблер цифровой инфраструктуры, то есть доступ к цифровой инфраструктуре, он был действительно энейблером, то есть он был таким основополагающим инфраструктурным компонентом, через который любой человек, любой гражданин имеет доступ к благам цифрового мира. А еще важно, чтобы каждый, кто живет в нашей стране, мог рассчитывать на получение качественного образования, медицины и других услуг, отмечают участники форума. Именно таким прогрессивным, комфортным и устойчивым к внешним рискам они видят Казахстан через 7 лет. Ирина Панфилова, Новое время. Ирина Панфилова, Новое время.